У меня в планах тоже учиться в клубе юных моряков, потому что это очень увлекательно и познавательно. В начале осени мы ходим на шлюпках. Это очень увлекательно. Иногда, конечно, после первого занятия, когда я ходила, у меня немножко поболели мышцы, потому что весло попалось тяжелое. И мы тут плаваем на шлюпках, передаем сообщения при помощи флажного семафора и этих флажков. Вяжем морские узлы. Дети, которые тут учатся, они учатся морскому делу. Это очень интересно и мне бы хотелось тоже попробовать. Они мечтают покорять просторы океанов, носить морскую форму и знать про море то, чего не знают многие. С таким настроением и с задорными эмоциями, полной решительности и смелости юные жители Бреста пришли на торжественную линейку, посвященную Дню открытых дверей, которая проходила не совсем традиционно. После официальной части для ребят была организована спартакиада, мини-путешествие на пароходе, а также состоялись первые практические занятия. Романтика, она должна присутствовать, скажем так, в нашей работе, поэтому дети в первую очередь изучают такие простые морские дисциплины, как вязание морских узлов, флажный семафор. Ну и естественно, что основное такое, скажем так, занятие, которое мы проводим с детьми, это выходы на шлюпках. Вот уже 28 лет здесь прививается любовь к воде, к морю, к морскому искусству и своеобразному образу жизни. В своем еще совсем юном возрасте ребята уже знают, как завязать крепкий морской узел, правильно пройти полосу препятствий и управлять шлюпкой. Как настоящие моряки, ребята регулярно уходят в плавание, подходя к этому процессу совсем по-взрослому, ответственно и серьезно. Выходим на различные острова, организуем для детей подвижные игры, спартакиады, конкурсы, ну одним словом, обеспечиваем полностью досуг наших детей и их отдых. Они изучают историю мореплавания, знают морские термины и уверены, что если даже не свяжут свое будущее с профессиональным морским делом, то приобретенные знания непременно пригодятся в жизни. Кстати, если раньше воспитанниками Центра юных моряков могли стать ребята, достигшие 10 лет, то сейчас ребенок, которому только исполнилось 7 лет, может также стать учащимся Центра.